Сенсация! Срочная новость! Нам на пятки наступают последователи. Кто бы вы думали, вовсе не школьники, которые решили поступать на журфак, и не студенты, а пятилетние малыши детского сада. Вот так прямиком с прогулки в личный пресс-центр, предварительно переодевшись в одежду собственного бренда. Привет, журналисты! Ура! Ну все, у нас пламерка, садимся. Да уж, пока что не до игрушек и вкусного супа. На повестке дня важные дела. Маленькие журналисты продумают верстку, ведь на носу 8 марта. Праздничный выпуск. Давайте подумаем, какие вопросы мы будем задавать. Давайте. Главный редактор детсадовского ТВ Диля Ивановна, а по совместительству еще и воспитатель, раздает техзадания. Но важное обсуждение то и дело прерывают любопытные носики, которым не терпится рассмотреть настоящую камеру и нашего оператора. А что это? А что вот это? Это фонарик. Вот на микрофон подержать. А на, подержи. Здравствуйте! Новости на ТНТ скажи. Новости на ТНТ. Алло! Алло! Вот такой вот журналисты народ. Минуту назад заливались от смеха, а теперь бегут за сенсацией. Там, наверху, на рабочем месте, наконец, появилась главная мама детского сада. А без ее интервью, выпуск новостей, ну никак не получится. Здравствуйте! Здравствуйте! Союз юных журналистов. Меня зовут Лиза Добровольская. Как вас зовут? Меня зовут Любовь Владимировна. Сложно быть заведующей для всего детского сада? Наверное, это не сложно, но очень ответственно. Именно ответственные сотрудники пятого детского сада и решили открыть для пятилетних карапузов мир телевидения. Все официально. Сначала был соцпроект, потом его защита и долгожданная победа в конкурсе. Выиграли мы грант 25 тысяч и купили детям оборудование. Фотоаппарат, диктофон, ну и заказали такую спецодежду, атрибутика, чтобы была у детей. И все закрутилось и взвертелось. Только представьте, эти юные журналисты уже полгода выпускают настоящие мини-репортажи. Весь отснятый материал, конечно, монтируют воспитатели. Все остальное делают сами малыши. Я знаю, как снимать, потому что надо нажимать на одну кнопочку. Что-нибудь сделается, а можно снимать. А микрофон это для того, чтобы громко говорить, а еще чтобы все слышали. Я беру интервью. По мне так самое главное – это брать интервью хорошо, чтобы не было ипотажного поведения. Вот оно что. А что такое ипотажное поведение? Это плохое поведение, когда кто-то себя ведет очень плохо. Не смеем больше отвлекать коллег. Все понимаем, время горит. Нужно закончить репортаж к 8 марта. Я включу камеру. Здравствуйте, сэр-ширных журналистов. Я Ваня Катаренко, представьтесь, пожалуйста. Я Ильдар Семенов. Можно вам задать вопрос? Да. Какой подарок подаете своей маме? И каждый со своей детской непосредственностью рассказывал, что подарить своей мамочке самое дорогое – улыбки, поцелуи и то, что сумели сделать маленькие умелые ручки. Мамы от такого трогательного репортажа наверняка даже расплачутся, но непременно от счастья. Снято, репортаж готов. Вера Андреевна Степанекрасов. Новости на ТНТ.